В эти чудесные для ютуба времена, когда аудитория думает, что художники-блогеры продались корпорации за миллионы денег и сидят, шикуют, кушая на завтрак игру, делают видосы только ради денег и не вкладывают туда ни душу, ни силы, бегая от одной хайповой темы к другой. Обсирают интернет как токсичное место, но при этом эти же самые люди смотрят критику и обсеры худов, потому что лолки, а почему вообще нет? Ух, этот контент, да. В эти стрёмные времена делать полезные ролики нет смысла, стараться нет смысла, да и вообще, на самом деле, мне уже пофигу. Примерно с такими мыслями мне пришла эта тема в голову. Я подумала, что на самом деле сидеть и напрягать мозг, думая, какую тему запилить, чтобы она принесла этому миру хоть немного пользы или пищи для ума, уже просто нет смысла. Я люблю, ребят, делать контент, именно поэтому я до сих пор здесь не свалила. И в жопу полезные ролики, серьёзно, никогда люди их не будут смотреть, потому что это неинтересно. Я буду записывать, что хочу и как хочу, даже если эти видосы будут смотреть 3,5 кота. Так что сегодня у нас как раз-таки такая тема, потому что чужие осы — тема очень дисковая. В теории людям нравится говорить, что им интересны чужие персонажи, но при этом инфу слушать или читать они не любят. Так что ролик для своих, для тех самых любопытных, кто давно хотел что-то узнать по поводу моих сов. И если вы новые на канале, что странно, потому что тема не для всех, навряд ли сюда кто-то новый придёт. Меня зовут Брис, и сегодня я буду затирать вам немножечко про свою вселенную, а именно про мою выдуманную расу. Есть один ролик, где частично затрагивалась эта тема. Вот он по подсказочке. Я там рассказывала про своих сов, про Мэй и Софу, в общем-то. Сегодня речь будет не про них. Но я чуть-чуть, конечно же, затрону эту тему, дабы как-то опояснить лор. Итак, Мэй и Софа это две совы без названия расы. Да, у их расы нет названия, поэтому я их называю просто совами. В теории их называют все не так. Они как раз-таки пошли от слияния человека и моей расы, которую я придумала для этого сюжета, Стриксов. Сразу скажу, не то чтобы я очень сильно выпендривалась и пыталась сделать им какую-то мега оригинальную внешность, что первым, что вторым. Мне хотелось сделать какую-то мега стрёмную бабайку, которая в теории могла бы существовать. Кстати, на фоне у меня нет спидпейнта для сов, потому что я их что-то давно не рисовала, так что погружение не будет, простите. Так вот, я вам покажу какие-то старые древние наброски первых версий Стриксов. Ну, не то что первые, они сейчас в целом остались такими же. В общем-то, это просто мега длинные, непропорциональные, стрёмные штуки с впалыми глазами, большими острыми зубами, ушами. И, короче, просто, просто такие вот. Да, ну чё я объясняю? Я тогда подумала, что хочу сделать что-то отсылающее на Слендера, просто потому что он такой же непропорциональный. И при этом не то чтобы это уже очень дофига оригинальный лук. То есть, в теории, если закрыть глаза на абсолютно все косяки и дыры в сюжете, можно представить, что такая раса могла бы существовать. И да, кстати, давайте без доёбов, что типа, блин, такого быть не может. Конечно, такого быть не может, это сраные, выдуманные персонажи. Очевидно, такого быть не может. Я, конечно, пыталась там как-то загладить углы, типа, сделать это более реалистичным. Но все мы знаем, добиться полного погружения всё равно нельзя, потому что это всё-таки выдуманная мной раса. Так вот, Стриксы у нас такие большие, стрёмные зверушки, метра 3-4 ростом в сидячем положении. Они как раз передвигают чаще на четвереньках, но в целом могут выпрямиться в полный рост. И да, тогда они-то ещё выше, очевидно. Но они так делают очень редко. Мир этот определённо не такой, как у нас, потому что таким бабайкам нужно где-то жить. И леса там определённо больше, и деревья там больше. Ну, знаете, как вот эти деревья из Наруто, где на одной веточке может стоять 10 персонажей и уместиться целая армия. Ну, типа, типа такого. И, в общем-то, живут они себе спокойненько, в тандеме с людьми. Они дружелюбные, по большей части, и не представляют никакой опасности, если их не трогать. Очевидно. Они разумные, но всё ещё ближе к животным, чем к людям. То есть, они весьма могут мыслить логически, но... Как, например, не знаю, собаки в целом поддаются какой-никакой дрессировке. И есть более разумные стриксы. Они как раз-таки являются предводителями их расы. Если быть точнее, то стриксы живут какими-то группами. Даже если поодиночке какой-нибудь определённый лес может принадлежать одной стае. И у этой стаи есть голова. Вот он как раз обычно куда более разумный. И ходит на задних лапах потом, потому что он контактит с людьми. И, очевидно, они разговаривать не умеют, но люди научились их понимать. Как смогли, конечно. Не то, чтобы это прям понимать-понимать. Но стриксы их понимают полноценно. Они понимают человеческую речь, хоть и не могут им ответить. Вообще, стриксы общаются с помощью ушей. Они устро-звуком, типа, общаются, хлопают немножко ушами и так передают информацию. Софа и Мэй, кстати, тоже так умеют по очевидным причинам. И, в общем-то, эти штуки живут в лесах, в горах, вообще везде, где угодно. Очевидно, отличаются по большей части окрасом и какими-то привычками своими. То есть, например, есть те, кто больше любит находиться в воде, хотя у них нет ни жабр, ни прочего такого. Просто им нравится. Ну, в общем-то, как и у людей. И, в общем-то, живут они себе там в лесах спокойненько, никого не трогают. Но по поводу людей. И это, кстати, очень важный аспект истории, потому что с людьми им приходится контактить за еду. Так получилось, что стриксы, вообще-то, всеядные и живут они очень-очень-очень долго. Еще у них очень быстрая регенка и почти они неубиваемые. Это, кстати, тоже важно, потому что как раз из-за того, что они почти неубиваемые, люди с ними и не воюют. Их перепить просто всех не выйдет. Так вот, они пришли к мирному заключению, что людям запрещено убивать стриксов, стриксам запрещено убивать людей. И они их не едят ни в коем случае. И они помогают людям за еду. Дело в том, что стрикс очень любят некоторые овощи и фрукты. Например, они очень сильно любят тыквы. И они любят яблоки. И они любят белодону. Белодону люди не едят по очевидным причинам. Она ядовитая. Но они пожрали ее абсолютно всю практически. Это теперь вымирающий вид растений. И людям пришлось давать выводить новый вид больших тыкв, чтобы им можно было как-то питаться. И, в общем-то, они помогают им переносить какие-то тяжелые грузы, перемещаться. Ну, за еду. Стриксы не очень, да, скажем так, любят, когда их пытаются дрессировать. Они не живут с людьми. То есть, в теории, какого-нибудь стрикса может быть друг-человек. Но он будет к нему просто приходить иногда чаще. Жить он с ним абсолютно никогда не будет. Они не любят... Ну, они не любят просто жить у людей. Никаких там сараев, будки ты им не построишь. Опять же, исключительно из-за размеров. Ну, и плюс, на самом деле, они довольно криповые. Такую штуку ночью встретишь и обосрешься. По крайней мере, я бы точно обосралась. И, в общем-то, по большей части это все. По большей части. Дело в том, что есть еще отдельное подразделение расы стриксов. Это горные стриксы. Они логично живут в горах. Отличается тем, что у них есть крылья. Я их ни разу не рисовала, но... Типа как у гарпий крылья, знаете, из лап такие растут. Отличаются они тем, что это дикие стриксы. Они вообще нихрена неразумные. Они очень сильно территориальные, с гор не слазят. И если ты забредешь на их территорию, скорее всего, они тебя сожрут. Вот. Не поддаются никаким правилам. И туда даже обычные стриксы к ним не ходят. Потому что, ну, знаете, жизнь им своя все-таки дороже. И... Да. Стриксов можно убить только, если их убьет другой стрикс. Дело в том, что у них есть яд. То есть, они ядовитые. И только яд другого стрикса может убить самого стрикса. То есть, что бы вы ни делали, скорее всего, вы его не убьете. И при этом яда с них набрать тоже нельзя. Потому что, как только стрикс умирает, яд перестает действовать. А если вы его пытаетесь себе, не знаю, набрать в колбочку, пока еще стрикс живой, или он вам просто по доброте душевный даст этот яд, он тоже не будет действовать за пределами его тела. Короче, получается, что они достаточно имбовые, и люди с ним просто не хотят ссориться. Ну, вообще-то, решение логичное. Я бы тоже с такими штуками не стала спорить. И... В целом, это примерно все. Потому что я рассказала, по большей части, максимально основную информацию про свою расу. Я долго не могла скомпоновать это в голове. Даже когда у меня на стримах люди спрашивали, я что-то тупила, знаете. Бывает. Бывает такое. Но я рада, что, наконец-то, у меня есть ролик, к которому есть что-то, я забуду, я смогу вернуться. Вообще, приходите ко мне на стримы, спрашивайте. Может, если я что-то еще вспомню в процессе, я обязательно расскажу. Ну, в общем-то, вы можете что-нибудь спросить в комментариях, если у меня выйдет, я постараюсь ответить. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, можете поставить лайк, можете поставить дизлайк, можете подписаться, можете не подписаться. В теории, можете посмотреть мои рисунки, а можете и не смотреть. Ну, да ладно. Всем спасибо, всех люблю и всем пока.